здравствуйте друзья вопросик утренний у нас я дословно важен подлинник неповторимой неповторимости подлинников значит какой же он настоящий американский хлеб в интернетах в ютюбе разные блогеры то есть основная масса и вообще разные люди всегда говорят что хлеб в сша не такое как например в россии написал боже россию с большой буквы что ладно что он какой-то не настоящий как бы из резины что ли почему так чтобы в сша хлеб делать не шо в сша хлеб делать не умеют или делают это как-то по-особому или почему он почти всем не нравится вам нравится американский хлеб да ну давайте мы про хлеб я когда увидел вопрос этот подумал ну неужели я про хлеб то не рассказывал сделал поиск на слово хлеб по нашему каналу вышло там что-то 16 разных видео я так мельком значит посмотрел действительно там о разных аспектах но вот как то вот так мы в лоб не рассуждали но пусть будет 17 значит я хочу сказать что первый раз вот эту мульку про невкусный там хлеб но речь шла об английском тот момент первый раз я это услышал в школе мне было лет 15 в девятый класс пошел в математическую школу и там дети были со всей москвы с очень разными такими судьбами в частности вот был мальчик миша тоже его звали мой приятель был и он в англии жил несколько лет с родителями я так интересовался начали как там в англии туда-сюда и он так да ничего там все вот хлеб невкусный ягла а какой невкусный что с ним не так он какой-то говорит он пресный такой какой-то мягкий говорит вот там ну что-то не то и этот первый раз я услышал в 15 лет потом от людей которые в эмиграции так ну в письма там где-то тоже я что-то такое послышал ну и естественно мы когда ехали я думаю ну как там этот самый хлеб то да если сделать такой исторический экскурс пусть меня поправят люди которые знают тоньше у нас вообще по любому вопросу частному есть народ который очень тонко разбирается но но это не я я так как-то у меня энциклопедическая широта но я саму статью не читаю к энциклопедии а только заголовок вот я как бы на уровне заголовок демонстрирую энциклопедические знания так вот этот самый значит хлеб если вы спросите себя что такое хлеб россии вот эти в россии вкусный а вот в америке не вкусный а хлеб россии то это что если мы посмотрим на времена там ну скажем так до петровские почему-то петровский я сейчас скажу значит если мы посмотрим вот на те времена и как люди там и откуда брался хлеб но в печи выпекали хлеб этого хлеба давным-давно давно же нету вот то что было реально русским хлебом хотя мы тоже не знаем откуда он пришел искать в московию вот вот этот хлеб ну допустим значит пусть будет русский хлеб значит дальше появились немцы иммигранты немецкие эмигранты значит принесли культуру вот этого немецкого хлеба ржаной в первую очередь дальше появились французы которых значительной степени так их много стало после того как многие бонапартовские зольдаты не не захотели возвращаться домой то есть их тогда концлагерей не было их так отправляли в глубинку куда они приезжали в глубинку эти человек по-французски без акцента мама родно их тут же расхватывали там и гувернерами и туда-сюда они бизнесы начали они принесли бизнес модельный да такой значит они принесли бизнес в частности вот кондитерские вот эти вот французским булки и они принесли культуру белого хлеба поэтому тот тот хлеб который мы вот там скажем живя в россии пусть будет ссср который мы ели значит он приходит пришел из двух культур значит одна французская другая немецкая вот вот собственно и все это вот то что мы сегодня называем русским хлебом по большинству я не имею ввиду на 100 процентов то может быть на 95 там я не знаю пусть пусть уточнят люди которые лучше знаю америка в этом смысле ничем не отличается американского хлеба нет как американского значит американский хлеб зерно есть до пшеничку сеют все нормально откуда взялся хлеб в америке так иммигранты принесли мы же не знаем как индейцы и там чего выпекали может они лепешки какие пекут и значит соответственно немцы до америка создалась вот изначально иммигрантами из великобритании и германии то есть баптистами лютеранами вот вот людьми которые бежали от религиозных преследований и вот они принесли ну чего принесли то и есть нас есть немецкая культура хлебопечения значит английская я не не уверен но потом появились итальянцы потом появились там французы появилась много всякого до католический народ стал подходить со временем вот допустим пицца вам каждый скажет что пицца чисто американская жрачка хотя мы все понимаем при этом что она итальянская корнями но италия не сделала пиццу на весь мир известным желанным блюдом это америка сделала пиццу тем что пицца стала сейчас понимаете поэтому если вы посмотрите пиццу в италии вот я был в италии не такая пицца как у нас тут ну то есть там тоже замечательно все очень вкусно но она другая немножко другая так вот я хочу сказать что американский хлеб это странное такое понятие но пришел в магазин купил хлеб какой хлеб купил такой у тебя будет американский хлеб я даже помню вот в советское время если так я вернусь воспоминаниями своими туда вот мы жили в москве там было много хлеба разного вот если приходите в булочную особенно время когда правильно этом завоз там но много разнообразия глаза разбегались сколько было разных хлебов вкусными они для нас эти хлеба были просто потому что мы к ним привыкли с детства и естественно это для нас естественный соответственно вкусный хлеб но да но если вы отъезжали от москвы там куда-нибудь ведь а даже в подмосковье там на час допустим сельпо вот у нас была дача у родителей была дача не доезжая до серпухова и там между чеховым и серпуховым есть там такая платформа шарапова охота называется да так что для меня слова шарапова не связано с теннисом а связано с охотой так вот шарапова охота и вот этой в этой шараповой охоте сходишь с электрички вот сельпо и в этом сельпо продавался хлеб которого в москве не было он такой был так называемый серый хлеб я часто ездил в пионерский лагерь в алуште от маминой работы лет шесть или семь я ездил в школьные годы вот там был вот этот серый хлеб там другого не было но по случаю из того что подавали в лагере мы же не не ходили в магазин но вот был еще некий серый хлеб существенно безвкусный так между нами то есть не сравнить с тем что вот допустим было там белый там или черный бы такой никакой был хлеб вот и вот это вот вся россия ела этот хлеб там украина я не знаю значит в основном но конечно в больших городах там хлеб заводы делали больше разнообразие всякого производили и вот вопросу о хлебе россии представьте себе что вот вы видите человека я сейчас перехожу к теме почему люди которые вот живут в америке блогеры там еще почему они говорят что хлеб вот так какой-то такой вот представьте себе вы идете по америке и навстречу вам идет там какой-то такой эфиоп и этот эфиоп вам говорит там боролю фром ну вы можете ампром раша и фиоп радостно раскинув руки говорит как живешь геннад свалей таки значит что вы понимаете сразу эфиоп учился в советском союзе конкретно в грузии вот это вот на этой версии значит там грузинского языка русского языка разговаривать с грузинским акцентом естественно поскольку для него другого русского и нет представьте себе китаец приезжает откуда ты как я был в россии и могут а ты выучил какие-нибудь русские слова он говорит выучил язык сложный очень сложный но два слова я выяснил я выучил какие-то его словами аллах агбар мы догадываемся что этот китаец был в российской федерации где-нибудь может быть в дагестане или там в чечне да и вот он оказывается вот такие русские слова у него в голове поэтому а если вы живете в воронеже и вам скажет что допустим кто-то там говорит что самые распространенные слова русского языка это аллах агбар то вы скажете что это явно чек в россии ты не был правда ну раз воронеже так не говорят значит все остальное уже не россия будет так вот то же самое с хлебом происходит у нас это было очень забавно мы пришли первый раз самый первый раз мы пришли в магазин я помню это и вот надо было хлеб купить но мы идем там в раздел хлеба хлеба целая стена это не то что с советским союзом не сравнить я не знаю там с кем сравнить с хлеба стена и вот значит они разные бомбом бомбом идут там и не знаю там несколько десятков хлебов но они какие то значит я тогда не знал а это были бутербродные хлеба такие туда вот наложить там ветчинки там не знаю капустки помидорчиков там огурчиков соленых все это там обернуть и скушать но они бутербродные такие мягкие как вата ну наверное вы знаете о чем речь я думаю что у вас тоже такие есть и значит смотрю там 59 центов хлеб лежит хлеб американский 59 центов смотрю дальше так слева направо мы движемся тут же хлеб американский 61 цент я думаю какой же козел возьмет хлеб за 61 цент если можно взять его же за 59 и так мы так идем 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 вдоль этого ряда там доходило в то время там не знаю там до двух долларов сейчас дороже сейчас хлеб почти вообще за 25 лет естественно там инфляция цены другие вот но это все были бутербродные хлеба вся эта стена была из бутербродных хлебов хлеба не бутербродные продаются несколько отдельно а в том же самом магазине значит будет место где продаются хлеба ну такие как бы белые такие булки совершенно нормальные французские там и кислые и не кислые сегодняшние сегодняшние выпечки они в америке выпекаются очень много хлеба в небольших таких пекарнях бейкериз они называются небольших они делают небольшими партиями и развозят по небольшим магазинчиком крупные там сети наверное там есть хлеб из более крупных пекарен которые могут много выпекать и маленькая пекарня интересно тем что она выпекает разные хлеба я познакомился с этим более подробно когда занимался коммерческим страхованием и у меня была одна бейкере немецкая и там была такая классная деваха лет 33 34 симпатичная немка наташка наташа ее звали наташа вот это не она и в россии там пару лет бизнес успел поделать там еще где-то вот она приехала в америку вышла замуж за американца и решил эту бейкере делать она привезла печь из италии я видел эту печь я там с ней там какие-то документы о ней собирал там чтобы застраховать от пожара или чё вот и значит наташка это она она нас очень любила а я все время когда какой-то магазин страховал я им говорила где у вас хлеба хорошая ну и народ так как-то сокрушенно значит там руками разводил то то я говорю значит так я тебе даю наташку значит вот срочно звони тут же звонил наташки голову там бейкере они ждут твоего смысле магазин ждут твоего звонка я и довольно много значит клиентов на накинул таких вот из магазинов ну а мне очень нравился ее хлеб и она выпекала там два раза в день утром и после обеда выпекала разные хлеба но печь то была всего одна поэтому она в день могла выпечь два сорта ребята какие хлеба она делала вы себе даже представить не можете то есть как это пахло все и она была знаете с тыквенными семечками или там с орешками с изюмчиками или там еще чего то то есть если ты действительно хочешь хороший хлеб его надо брать не в магазине где люди на бутерброды набирают а надо покупать его в бейкере там где там где бейкере выпекает ну или ты можешь скажем спросить у этой бейкере где конкретно они продают вот на той или иной местность если уж так тебе очень хочется но в принципе вы можете этого не знать и так глубоко не лезть ну вот допустим у нас тут есть недалеко от нашего офиса есть немецкий магазин немецкий деле такой этот деле я про него снимал сюжет и там есть хлеба вот есть немецкие бейкере которые в немецкие деле привозят свои хлеба значит вы только должны спросить в этой бейкере в этой деле когда завоз у них то что у них может быть завоз допустим а там три раза в неделю там понедельник среда пятница вот этот хлеб пекут три раза в неделю если вы им интересуетесь вы можете даже позвонить сказать там ребят я зайду оставьте мне там буханочку для майкла там или там батончик там или что то то есть если вы действительно хотите хороший хлеб вот такой как вы привыкли а на самом деле может быть там намного более разнообразно и выбор будет гораздо больше чем вы привыкли вот значит надо как бы тонко так углубляться кроме того это вопрос еще бюджета значит если у вас бюджет там скажем я не знаю доллар значит вы купите за доллар вот такой бутербродный хлеб и будете ругаться что в америке хлеб плохой если у вас бюджет 30 центов вы купите такой бутербродный хлеб который где-то лежать будет на селе и его будут отдавать но там почти бесплатно хотя вот я показывал вам ферму до в санта-крузе где хлеб просто бесплатно раздают я кстати вчера там был вчера позавчера воскресенье мы пришли там за клубничкой и я им говорю слушай а почему ты ты бейкер это это шикарнейшие бейкере из капитола вы не знаете какая-то бейкере какой у них там магазин и так далее я бы почему они производят больше хлеба чем им нужно почему они стаби стабильно вам отдают это все почему они не производят нужное количество и он не гад понимает поскольку это очень такая дорогая крутая бейкере они производят сознательно процентов там на 30 больше и у себя продают только то что лучше качеством вот то что не не соответствует высокому стандарту качества они просто раздают там по нон-профитам и тут же это все списывается вот и как бы это с точки зрения бизнеса выгодно они тут же списали вот 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 что такое бейкере понимаете вот что такое хлеб значит да есть такие мероприятия которые называются farmers market ну как бы колхозный рынок так мы дословно переведем значит колхозные рынки вот эти происходят ну ну почти каждый день то есть но в разных местах вот допустим на выходные такой шикарнейший раз громадного размера рынок вот буквально справа от того места где мы сейчас находимся вот туда вправо там будет станция электрички местной и вот на этой станции там разворачиваются громадное количество людей которые приезжают с ферм органические неорганические разные пятая по размеру пятый по размеру farmers market в калифорнии вот здесь маунтинью а в другой день будет сенивейли а третий день будет там в полуалта то есть на местности в пределах там не знаю 20 минут на автомобиль практически каждый день есть какой-то farmers market но больше может быть они к выходным тяготеют на любом farmers market будет стоять стенд такой с хлебами то есть есть бейкеры которые вывозят сегодняшние утренние выпечки они рано утром начинают вот сегодняшние утренние выпечки хлеба они их туда прямо бабах вы можете туда пойти и там купить так вот я возвращаюсь к бюджету значит начиная того что хлеб есть бесплатный если у вас бюджет 0 вы можете пойти взять какой-то хлеб бесплатно тогда уже не жалуетесь что он я не знаю там и не соответствует высокому стандарту к которому вы привыкли там на родину а дальше хлеб может стоить я не знаю три четыре пять долларов может стоить зависимости от того что вы конкретно там купили но не будет стоить 20 лет так вот такого не вот и самая буйная фантазия как 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 которая разыграется в вашем сознании будет абсолютно удовлетворена значит тем набором хлебов которые есть единственное что вы не можете рассчитывать что вы будете заходить какую-то там булочную и там они все будут одновременно там их будет там 100 штук нет и по-моему так чтобы и булочная вот как булочная в таком привычном вот я не знаю как сейчас но вот в наше время были булочные ты приходишь булочную и там были хлеба там были ну что там еще могло быть торты могли быть значит вот такой булочной булочной особо не встретишь обычно если это такой магазин где много хлебов всяких то там и еще что то будет кроме хлебов там можно будет покушать там какая кулинария будет тут же на месте и копейку попить и пирожниц там и так далее есть такая сеть очень симпатичная называется буланджери французским таким словом вот там этих хлебов как я не знаю там тоже очень вкусные поэтому друзья если у вас есть немножечко вот ну или скажем так когда появится немножко чуть чуть не не то что там знаете из всех карманов торчит нет когда немножко не денежки папа появится высказывать себя пойду там за три четыре пять долларов куплю такого хлеба чтобы там поймать те кто со мной не поехал чтоб им завидно стало вот пойдете и купите себе ну или просто так захотите хорошего хлебца я то например не я стараюсь не есть хлеб потому что как бы для здоровья не очень хорошо углеводы вот а так выбор колоссальный и у нас тут был один товарищ он грузинские хлеба выпекал был тестером знать потом что-то работу потерял и решил больше тестером не быть а вот ему хотелось выпекать грузинские хлеба он поставил сюда печь выпекает и развозит я делал видео но я понимаю что вы не могли видеть там все наши видео но вот он привозил такие хлеба вы себе представить не можете он говорить что если там на какую-то сумму то я лично доставку сделал ну и вот он привозил что вы так что не беспокойтесь значит конечно не хлебом единым да тут у нас много чего есть но с хлебом все в порядке с хлебом все в порядке я я воспитанник той же хлебной культуры что и наши зрители конечно такого разнообразия в наше время не было но но было было не не то что вот мы страдали что не хватает разнообразия хлеба такого не было вот так что я вам я вам как представитель той же так сказать гастрономической культуры подтверждаю что хлебов много очень вкусных на на все вкусы мыслимые и немыслимые вот хотите лепешку афганскую если афганская лепешка хотите там какие-нибудь мексиканские там ох какие ребята какие мексиканские лепешки его мою в общем что им что вам сказать тут все есть грузинские хотите грузинские есть грузинская бейкере в сан-франциско тут недалеко у нас и к там потрясающе хлеба пекут вообще если вы будете где-нибудь в более таком серьезном центре русской жизни жить но там скажем нью-йорк там разнообразие вот этого дела сказочная то есть мы мы тут ну как сказать мы тут прям сиротами себя чувствуем осиротевшими по сравнению с тем как вот с этим делом день в нью-йорке так что но ничего ничего как видите мы не не мы не исхудали вот и мешков под глазами особо не с учетом возраста особенно в общем все нормально счастливо